кто совсем уже бы отпустил это все на более подсознание и перестал отслеживать так это он там вот это вот это позу он поменял это еще там что-то будет для кого это вот кто ушел в такой состоящий потом временами да уже не замечаешь что конкретно да все подряд и попадаешь временами конечно что-то вспоминается а вот это вот это он интонацию поменял да аудиально или кинестетическое что-то что-то такое там говорили нет это просто а вот эти две нерологические уровни старайтесь делать инструментом вообще каждого дня своего в том смысле что пусть это будет незаметно вы уже знаете как это сделать изящно незаметно дабы это не превращалось в запрос в кабинете следователя что именно какое именно и так далее да это ужасно находиться под постоянным таким лингвистическим скальпелем да там каким-то ланцетом совершенно не нужно вы уже умеете как-то обречь слова вежливости да это национальный переспособ доведение до отсутствия да уже есть какой-то разогретарь у вас но пусть это будет каждодневно скажите пожалуйста кто теперь понимает что то что мы в самом начале говорили вот и вы будете не хватать карточек много тогда это было пугачка что это на самом деле вполне вменяемое упражнение и даже для легкотруднец которых пригласили наконец-то да хорошее приметно значит у тебя ребенок вырастет палатки манипулятором хорошо если какие то вопросы по карточкам вообще нету да на девятой ступени у нас будет там для этого время но мы больше рассчитываем на вашу самостоятельную активность играйте карточками не обязательно весь конфликт я уже поставил кому-то группа говорим не обязательно весь конфликт бросать и менять на новый зовите 1 или 2 карточки отсюда и что происходит происходит на подсознательном уровне тонкое разлечение почти тоже да не тоже что поменялось а это сознательно до подсознательном уровне мы просто начинаем следовать из меня одну из величин там была аудиальная а сейчас а покраса тоже, что-то еще поменялось, мы начинаем следовать. То есть шаги не должны быть гигантскими, шаги должны быть роман такими, чтобы мы могли следовать. Как при подстройке, да. Мы подстроились на все параметры, а потом что мы делаем? Мы берем, как бы, один из параметров и начинаем изменять. Потому что если мы резко поменяем все параметры, это называется факт, колик. Это точно так и в жизни. Если человек вдруг резко поменял поведение в общении с вами, это прямо так, стоп, все произошло. В какой-то момент наступает от строка, а так по чуть-чуть. И мы думаем, что вы на девятое ступень еще наиграетесь карточками. Но там ведь не так специально выделено время, но тем не менее времени. Ну нам расскажите, скажем так. Хорошо. То, что нам предстоит после перерыва, мы сейчас очень коротко анонсируем. И после этого будет замечательное киностатическое упражнение, ради которого вы, собственно, на никакой терапии. Да? Ну что, да? Это как проще такое? Узнали же. Так-то, повторяйте еще, че-то? Блестуется. Да. Так вот. Мы с вами после перерыва будем заниматься тем, что, ну так, глобально называется работа с частями. Это то, что, по нашему мнению, является мостиком от первого года НЛП к новому году НЛП, с которым вы уже знакомы. Да? Ну вот, скажем, шестишаговый рефремиум техника. Да? Или договор между частями личности. Или, ну мы об этом больше упомянем, а так это за рамками практика, создание новой части личности. Эта система координат, она совершенно великая. То есть, кто считает, что у нас есть части личности или сознание и подсознание? Поднимите руку. Понятно. То есть, сумасшедший человек у нас, да? Да. Давайте с вами договоримся вот о чем. Что мы с вами кавычки не теряем и остаемся абсолютно открыт. Это нормальное отношение с действительностью. Разделить, где сознание, где подсознание, сложно. Можно истыкать весь мост щупами, руками и так далее, да? Переменить свои линейки. Что это такое? Вот подумайте просто. Это условно или формально назначенные части. Вот это сознание, вот это подсознание. Помните на гипнозе, да? И ты знаешь, когда обращаешь твоему сознанию и так далее. Мы просто условно выделили, создали новую систему координат. Точно так же мы можем говорить, вот у тебя есть часть, которая отвечает за твоё, например, хорошее самочувствие. А эта часть отвечает за то, чтобы ты был спокоен, когда ты там работаешь, не знаю, с подчинёнными, с начальника. Что это такое? Это условное разделение. Понимаете, да? Мы на самом деле единая целая система. Ну, условно выделяем. Точно так же, как есть, может быть, кто слышал транзактный анализ эрикторов. Люди, которые играют в игры, игры, которые играют в другие книжки. Ты думаешь, слышал какие-нибудь читал? Нет. Может быть, мы слышали, есть такое, они говорят, родитель, взрослый и ребёнок. Мы внутри. Там каждый носит себе ребёнка, тот, кем мы были давно. Каждый носит себе родителя. Это такого правильного, очень страхующего все ситуации человека, очень взрослого взвешенного, опекающего. Да. И взрослый. Человек, который всегда равновешен, выдаёт только такие равновешенные результаты. Это тоже естественное разделение. Но люди, которые прошли транзактный анализ, говорят, это вам не сейчас идёт так, как они говорят. А это вам не сказал мой взрослый. Я всегда говорю, если человек потерял кавычки, то это как бы дорога санитарам. Но если мы сохраняем кавычки и понимаем, что оно искусственно разделено, то мы остаёмся нормально. Но при этом совершенно потрясающий результат. Если мы с вами выделим какую-то часть, которая называется сознание, подсознание, или какая-то часть, которая отвечает за то, чтобы моё колено чувствовало всегда лучше, например, если у меня там что-то болит, да. Или часть, которая отвечает за моё настроение. То это начинает работать. Удивительная вещь. У нас так устроен на оскарсе. Мы после перерыва пару слов расскажем о том, как вообще возникла такая идея. Ну, о частях я сказал уже. Идея шестишагового рефрейминга – это удивительная такая вещь. Переформирование за шесть шагов. Техника, которая работает, изменяя как ваши реакции, так и телесные состояния. Уже накоплено много материала, когда при помощи шестишагов рефрейминга справлялись с очень сложными телесными заболеваниями. Те, которые фактически, ну непонятно как, они могли бы вылечиться традиционной медициной обычной. У нас это интересует не столько в лечебном аспекте, сколько в аспекте создания новых, как это сказать, форм поведения. Новых форм своего поведения. Я вот так не умел, но теперь я создаю часть, или там договариваюсь с той старой частью, которая показывала мне вот такое поведение, и она будет сдавать новое поведение. Причем на сознательном уровне я соблю только договор. Все остальное происходит на бессознательном уровне, получаю только результат. Вот раньше я видел этого человека и мог демонстрировать только одно поведение. Теперь я собрал новую часть, и я теперь умный вариант. Я могу то поведение демонстрировать, я могу демонстрировать еще какое-то новое. Вот это то, о чем мы с вами поговорим после перерыва. Желаем вам насытиться в меру, чтобы мозг пошел в воскресенье. А кто не знает? Он сейчас узнает.